Этот материальный океан существования не так просто переплавить. Для этого нужно иметь очень прочную лодку. Почему? Потому что каждое живое существо рождается и умирает. Когда же возможно прекратить этот повторяющий цикл рождения и смертей, лишь только слушая Шримад Бхагаватам? Если вы обретете приближение, приют священного Писания, который является самым высочайшим Шримад Бхагаватам, вы сможете пересечь океан материального существования, колесо рождения и смертей. И поэтому самый простой, доступный способ, каким образом мы можем совершить это, обрести Гатя, что означает, это то, что является легко доступным и то, что является самым возвышенным, то, что Священные Писания превозглашают, слушают Шримад Бхагаватам. Сейчас и Патвана Мухарадж продолжит рассказывать Харикадху. У меня просто плохо работает интернет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например если вы хотите извлечь насл. из молока Вы должныначал его подвернуть специальной обработке затем когда из него из него можно извлечь сол. И затем услышали воздушный голос который сказал Бахтидэвид сам Конalnya пойти в харидвар, в какое-то место, где четверо кумаров, они цитируют Шимат-бхагаватам. Бхакти-давити должны пойти туда. Самая возвышенная шлока Бхагаватам, которую процитила Нарасимха Махарач, вы должны слушать Шимат-бхагаватам. Это единственный путь в галей-йогу, который спасет вас от этого века невежества и раздоров. И Бхакти-дави пошла в харидвар. А Бхакти-дави — это прославление Бхакти от Шимат-бхагавата. Даже полубоги и полубогини имеют настойчивое желание, где повествует Шимат-бхагаватам, вы должны очень внимательно слушать. Это Бхагават-кадха. Она настолько важная, она является опорной, абсолютно совершенной. Поэтому тот, кто обретает Бхакти, одновременно приходит Гьяна и Вайраги. Почему? Потому что когда Бхакти начинают освещать сердце, Гьяна и Вайраги приходят автоматически. Поэтому для того, чтобы обрести Бхакти в своем сердце, вы должны очень внимательно слушать, совершать шараванам. Поэтому первое в начале Шимат-бхагаватам прославляется Бхакти-дави. Есть такое место на юге Индии, Карелла, где Бхакти-дави. Почему она расцвела в этих местах на юге Индии? Но когда она достигла Гуджарата, там, где люди живут очень богато, все очень покрыто великолепием, Бхакти, она состарилась. Но это говорится как бы косвенным образом, потому что, почему? Потому что там никто не нуждается в Бхакти. И также ее сыновья Гьяна и Вайраги. И она, ну, когда она приблизилась к Курин-дави, она расцвела, она обрела прежнюю красоту и юность. Мукти очень далеко находится от Бхакти. Даже Мукша, она со служенными руками следует за Бхакти, но Бхакти не обращает на нее внимания, потому что Мукти является побочный эффект Бхакти, и поэтому она не является важным. А также освобождение. Мукти, тот сердце, у кого проявилась Бхакти, тогда Мукти-деви находится очень далеко. Почему? Потому что даже Гьяны, Вайраги, они стремятся к Мукти, но тот, кто совершает Бхакти, и Бхакти, который находится в сердце, это очень редко, и настолько величественно, и настолько высочайшее. И когда преданный следует поступить по ступеням самбанда, вначале, затем апхидея и пройдет жена, и если он желает единственное, лишь только Бхакти, и в простодушном сердце искренне старается следовать наставлениям Шигуру, Вайшнавам, нашей группы Рамфары, идя постепенно-постепенно, он обретает это сокровище Бхакти. Почему? Потому что нашей целью, нашей садью является обретение Бхакти. И каким образом Бхакти приходит? Она происходит из Шримад Бхагаватама. То, о чем Шишукадев Госвами говорил Парикшит Махараджу, в течение семи дней является Шримад Бхагаватам. А сейчас я хотела предложить Ивана Махараджу далее продолжить прославлять Шримад Бхагаватам. Ивана Махараджу Ивана Махараджу, Ивана Махараджу, Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шибхагаван, который приходит в форме Священного Писания, которые являются до 12, они все являются частями Божественного Тела Шри Крешны, Шримхат Бхагаватан. Каждая песня является олицетворением Божественной Красоты. Шримхат Бхагаватан, это на самом деле не книга и даже не грандха, это Сахшат Шри Бхагаватан. Шримхат Бхагаватан в форме Мурти проявился в эту Кали-йогу. Сахшат Шри Бхагаватан в конце 2 пара-йоги. Кришна в конце 2 пара-йоги. При тем, как вернуться в свою вечную обитель, он совершил очень много лил. И в конце ты должен пойти, о Гудава, ты должен пойти и обрести общение с обмедитируемой моей левой и рассказывай повсюду мою катху. Один вопрос, который задал Паришет Мухарадан, Рукадеву Касвами. Пожалуйста, скажи мне, почему все смогли покинуть материальный мир? Но почему же Гудава остался? Пожалуйста, разреши мои сомнения. По какой причине? В этой шлоке, которую объясняет Шримхат Бхагаватан, что Шримхат Бхагаватан является Сварук Шри Бхагавана и Харикат. Две прекрасные лотосные стопы Шри Кришны, Чарана Камал. Первая и вторая песни – это две лотосные стопы Шри Кришны. Затем глаза Кришны. Это третья и четвертая песни. Пятая песня – это божественный пупок Шри Кришны. Шестая и седьмая песни. Руки Шри Бхагавана олицетворяются. Затем его горло, восьмое его горло. Девятая, к сожалению, пропустила десятое. Это прекрасное лицо Кришны. Сияющее прекрасное лицо Кришны. Это десятая песня Шримхат Бхагаватана. Одиннадцатая песня Шримхат Бхагаватана – это лоб Кришны олицетворяется. А двенадцатая – голова Кришны. Этот Шримхат Бхагавата настолько прекрасен. Тот, кто обретает прибежище Шримхат Бхагаватана, слушая с большой любовью и почтением, очень быстро он может пересечь океан материальной жизни. Сам Шримхат Бхагаватана. Как, например, два друга. Между собой разговаривают. И полностью зависят друг от друга. Тот, кто принимает приют Шримхат Бхагаватан, очень легко может пересечь океан материального существования. В этот век Кали-йоги, чем должны заниматься гьяна, тапасия, не поможет достичь лотосных стопах Господа и не сможет спасти от материального существования. Что же вы должны делать? Вы должны принять прибежище Шримхат Бхагаватана. И если вы будете слушать его внимательно, с большой любовью и почтением, прежде чем начать повествовать Шримхат Бхагаватан, мы хотим прославить его. Когда мы прославляем кого-то, тогда мы сможем обрести Анураагу. Например, если вы хотите слушать кому-то, кому-то вы даете большое почтение. И когда вы слушаете о славе того, кто является объектом вашей привязанности, например, как Хануман, он служил в Шерама. И многие, кто поклоняются Шираме, Ши Ситадеве, они поклоняются на алтаре и также просто имеют фотографию. Таким образом, этот датшин, он повышает Анурааг, божественное влечение к объекту вашей цели. И тогда все болезни сердца, жадность, вожделение, гнев, иллюзия, безумие, то, что находится в сердце, постепенно-постепенно начнёт разрушаться. Поэтому таким образом можно прославить кого-то. Если вы будете слушать Шримад Бхагаватам, то в вашем сердце проснётся желание слушать и слушать, и затем прославлять и прославлять. Прекрасные деяния Кришны. От начала и до конца Шримад Бхагаватам происходит то, что является прославлением Шримад Бхагаватам. Тот, кто слушает, он начинает прославлять каждую лилу, которую объясняет Шримад Бхагаватам от начала и до конца. Почему в начале и даже не в середине? Почему именно раса лила, которая считается высочайшей лилой, она прославляется позже? Почему? Потому что всё идёт постепенно, от первой песни до десятой. И поэтому постепенно, постепенно прославляя, мы сможем проникнуть, прикоснуться к цивидности высочайших лил Господа, когда он совершает самую высочайшую лилу. И вот в этой шлоке, которая начинает прославлять раса лилу, «Катха» — это сокровенное. И от кого мы должны слышать, от такого вида катху, от чистого преданного, из лотосных уст, чистого овощного. Эта катха является амритом, напитком бессмертия. Катха Аши Бхагаван является амритой, и нектаром. И тот, кто желает вкусить этот нектар, Чима Бхагаватан дарует это особое блаженство. Почему? Потому что оно не имеет ничего материального. Как, например, в материальном мире, живых, этого материального мира пьют материальный нектар. И также имеется нектар на небесных райских планетах. Что происходит? Те, кто наслаждается этим нектаром на райских планетах, вожделение увеличивается, и приходит привлечение женскому полу, даже Индра, Индра, привлекся, привлекся Ахилле, которая являлась женой Гаутама Риши, А и затем третий нектар, это нектар мокши, освобождение. Это слияние с Брамаса Юджи, или же Ишвараса Юджи. И также далее, четвертый, этот нектар связанный с Вайкунтхой, затем с Айодхей. Также в дворике имеется нектар. И также далее более возвышенный, высочайший нектар в Матхури. Но самый-самый, не имеющий себе сравнений, нектар Амри-то присутствует на головке Вриндавана. И откуда исходит этот поток нектара? Ишлима Багавата. Как вы должны слушать эту Харикатху? Как Падмапуране объясняется? Вы не должны Харикатху слушать только от Вайшнавов. Только от Вайшнавов. Которые могут действительно передать особый этот нектар из сердца через лотосные уста. И это является нектаром Харикатхи, нектаром, который заключает в себе Шима Багавата. Поэтому, если вы слушаете не от Вайшнавов, этот Шима Багавата, она не явится нектаром для тех, кто слушает. Она явится ядом, как, например, молоко. Само по себе оно благостное и очень полезное. Но если змея прикоснется к этому молоку и выпьет его, в этот момент это молоко наполнится ядом. Если вы выпьете этот яд, то есть это молоко, вы умрете. Поэтому будьте очень осторожны. Слушайте Шима Багаватам от Вайшнавов. Тот, кто приходит из Гуру Парампары, тот, кто служит Духовному Учителю, первое, вы должны... Это первый принцип слушания Шима Багаватам. Но тот, кто не следует наставлениям Духовного Учителя, то тогда Кадха, который рассказывает эта личность, она является... Она не имеет такой ценности. Она не является сокровищем. Пагаван Капиладев обращается к своей матери в Ахоте, рассказывающей Мат Багаватам в третьей песне объясняется. Он говорит, О, моя мать, ты должна слушать Шима Багаватам от Санта Махатмы. И ты должна слушать Ее с большой верой. И тогда что произойдет, если ты будешь слушать с большой верой Харикатву от Святой Личности? Первое, что произойдет, Саддана Багаватам и затем тот преданный далее придет на уровень Баба Багаватам, а затем он достигнет Прима Багаватам. Если вы слушаете от Саната на Багаватам, кто это? Это тот, кто служит своему духовному учителю без всяких условий, совершенно спонтанно, с большой любовью, отдав все, что у него есть, и в лотосном стопе, настроение Шаранатати, где нет никакой зависти, где есть уважение и почтение ко всем, и также желание одарить крипой, милостью все живые существа, нет ложного эго, это качество чистого ващнава, тот, который дарует уважение всем ващнавам и ничего не оставляет для себя, тот, кто служит духовному учителю, совершает гору сэва. Шимат-Бхагаватам, необходимо, необходимо говорить, снова и снова повторять и прославлять Шимат-Бхагаватам, и слава, она не имеет границ. В Южной Индии есть место на город, там живет один браман, находится в этом месте. У него очень красивая жена. Но его жена она была такого как бы нрава несмиренного, ее звали Дундуле. Дундуле. Как вы знаете, иногда в соответствии с качествами дают имя. Она была Дундуле, ее муж, он был очень спокойный, уравновешенный. Иногда без всяких причин она начинала спорить со своим мужем, со своими соседями. Иногда есть люди, которые имеют такую природу. В латерянном мире очень часто можно видеть таких людей. Без всякой причины они иногда могут разгневаться. Хотя даже без всякой необходимости они будут спорить и ссориться. По такой причине Дундуле она была такой. Природа ее была такова. Когда муж возвращался, она иногда была очень в хорошем настроении. Браман, ее муж он был очень жадный. Он был как нищий. Он даже сам не мог хорошо питаться. Из-за того, что он был очень богат, но несмотря на это, из-за того качества, что он был жадный, иногда он просил подаяние у других, деньги и так далее. Точно так же 14 лет прошло, у них не было детей. Он подумал, у меня столько денег, я очень богат, но кто же, кто является наследником моего богатства, которое я накопил в течение жизни. он начал раздавать пожертвования, деньги. Вначале он был очень жадный, а затем он начал раздавать пожертвования, желанием у него было, что у него появится сын. И поэтому многие люди приходили и говорили, у тебя нет сына, мы обязательно прольем на тебя милость, и у тебя обязательно появится сын. таким образом этот браман из-за того, что у него было большое желание обрести сына, он продолжал. И также 15 лет прошло в таком браман. И когда уже в возрасте 50 лет, у него не было до сих пор, у него не было детей. И он страдал от этого. Он очень переживал, что у него нет собственного сына. Однажды этот браман покинул дом, он покинул дом, пошел в лес. это было после веры на время. Он ничего не кушал и не принимал, ничего не пил. Он жаждал, он очень хотел пить. подошел к одному пруду, который был наполнен чистой водой, и он попил водой. Там саду находился рядом в это самое время. И поэтому пожеланию Ши Бхагавана этот Саньяси пришел тоже на берег этого озера. Когда он увидел этого Саньяси, этот Бхагаван поклонился его лотосным стопам и начал горько рыдать, плакать. Он все время начал просить, пожалуйста, простите меня, простите. И он спросил, эй, Бхагаван, что за проблема с тобой произошла? Он сказал, очень длительное время, у меня большое богатство, но у у меня нет сына. Пожалуйста, Махараш, проли на меня милость, чтобы я обрел сына. Тогда Санта Махатма увидел, как этот Бхагаван страдает, его сердце начало плавиться, и этот Махатма сказал, ты должен слушать, Харикатку, как Шибахтен Тахур, он также объясняет, что то, что вы совершаете в прошлой жизни, этот плод вашей деятельности, оно приходит в следующая жизнь, нравится вам или нет, но вы будете пожинать плоды своей деятельности, согласно корме. Поэтому Шибахтен Госвами также обратился к Парикшиту Махараджа. Почему люди в этом мире совершают корму? Почему они совершают ее? Ведь желая счастья, они страдают. Иногда Дух, иногда Сукх, иногда они страдают, иногда они счастливы. Поэтому Санеси Тахур сказал. Эй, Атмадев Брауман, послушай меня. Ты уже 50 лет прожил. У тебя до сих пор нет сына. Ты должен в течение жизни у тебя не было сына. И также в этой жизни рассказывает, что все зависит от кармы, которую ты совершил в прошлой жизни. А сейчас ты пожинаешь плоды своей деятельности, поэтому у тебя нет сына. шахтрах также рассказывается, если вы совершаете хорошую карму, то вы обретаете хорошую жену, которая очень хорошо заботится о вас. Это брауман обложено, карма, которая небрежно относилась к своим домашним обязанностям, что еще раз подтверждало, что он на самом деле пожинает плоды своей кармы. когда рождается ваишнав в семье, вы знаете, очень много нужно совершать тапаси и очень много бога счастливых детей, чтобы в семье родился ваишнав. Поэтому этот Саньяси сказал, что только через семьи поколений ты только обретешь сына. Через семь последующих жизней. Просто оставь это желание в этой жизни и также оставь все материальные желания. Совершай бхажан шиба бхагава. Эй, Брахман, он далее продолжал в соответствии со своей кармой семь жизней ты еще не будешь иметь сына. Слыша об этом Брахман, он еще больше расстраивался и он обратился бхагава. Ты санта махатма, ты знаешь мою жизнь, ты знаешь мою карму, ты можешь изменить мою жизнь, ты можешь изменить мою карму. Тогда махатма, он обладал этими качествами, он мог изменить судьбу человека. бхагава. Брахман, он продолжал плакать и плакать и молить. Пожалуйста, даруй мне в этой жизни, сына, я молю тебя. Пожалуйста, даруй мне, сына. Туда седался в одном из боджинов обращается. Бхагава. Бхагава. Уси пракар журналисты много доста хожат хожат бхагава. Уси кормка не бхагава. Корм не хри ката. Ком дару бхагава. Куда Куча бхагава. Куча бытия он рассказывает о том, что нужно всегда стремиться к благоприятному общению. Если кто-то на вас гневается или относится к вам непочтительно, не нужно иметь это общение. Это подобно тому, как если змея находится на вашей шее. Как это, например, если сравнить крысу и змею? Потому что змея является добычей змеи, поэтому такие могут быть взаимоотношения. И поэтому он рассказывает аллегорию о том, как крыса хотела хорошие отношения наладить со змеей. Но это невозможно. Почему? Потому что общение является очень важным. Оно в действительности является составляющей вашей жизни. Все зависит от того, с кем вы общаетесь. Те люди, которые полностью погружены в материальное желание. И если вы их слушаете, то подсознательно вы перенимаете их качество. И то, что они говорят, не принесет вам пользы. И поэтому этот Саньяси далее продолжил, сказал, в зависимости от твоей кармы, в течение жизни у тебя не будет детей. Но этот Брамон продолжал плакать и просить снова и снова, пожалуйста, даруй мне сына, даруй мне сына. Хорошо, он сказал, с помощью мантры я дам тебе один фрукт. Он дал фрукт этому Брамону по своему могуществу. И он сказал, дай этот фрукт своей жене, тогда у тебя будет очень красивый сын родиться. И тогда этот Брамон очень счастливый вернулся и сказал, Дундули, у нас есть фрукт, который я обрел от Санта Мохатмы. Если ты его примешь, то обязательно забеременеешь. И в конце концов ты даруешь рождение сыну, которого я так долго жду. Дундули, она выглядела очень красиво, но внутри она была очень жестокая. И она подумала, если я съем этот фрукт и забеременею, как это возможно? Я вот столько бананов употребляю каждый день и никогда не беременела. Тут вдруг какой-то хруст. Вы знаете, даже обезьяны, вы знаете, как они любят всевозможные фрукты. Поэтому в Калиюгу людям трудно поверить в чудеса, которые могут случиться с ними. Из-за своего невежества никто не поверит. И она подумала, неужели если я съем этот фрукт, у меня будет ребенок? И затем она подумала, но если на самом деле это правда, и в этом фрукте заложена мантра, могущественная мантра. Я забеременею, мой живот станет большим. И у меня чувство, я себя буду плохо чувствовать. А потом в последние месяцы я буду лежать совершенно бесполезно. И у меня будет столько проблем с здоровьем. Зачем мне все это надо? Вы же знаете, во время беременности женщины очень много теряют здоровья. И она начала думать об этом также. С одной стороны, она не верила в могущество этого фрукта, а с другой стороны, она опасалась, что если это произойдет, ей сама эта перспектива не очень нравилась. И поэтому ее сестра пришла. И сестра сказала, у меня есть решение. Я забеременела, через 9 месяцев у меня ребенок родится. Ну из-за того, что я очень бедная, а вы очень богатые. Если ты мне заплатишь деньги, дашь мне много денег, то тогда я, когда у меня родится ребенок, я тебе отдам его, отдам своего сына. А ты можешь просто как бы притвориться, что ты в положении, что-то положить, как будто тебя живут. И на самом деле ни о чем не беспокоиться. Сделать, что ты в положении. И тогда она подумала, очень хорошее решение, мне это нравится. И что же она... И что же она сделала с этим фруктом, который дал Махатман? Она дала его корове. И для того, чтобы он не пропал, она решила его таким образом использовать. И через некоторое время корова, 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 она забеременела. И тогда этот Брамун подумал, ой, как хорошо. Если уж корова даже забеременела, то что уже говорит о моей жене. На самом деле это очень хороший и благоприятный знак того, что все будет хорошо. И через 9 месяцев сестра Дундули, она родила сына. И тайком она передала ее Дундули. А когда корова, она также родила ребенка, который был совершенно в человеческой форме. Лишь только уши у него были похожие на телячьи, большие уши. И его назвали Гокараном. Гокаран. И все начали в деревне говорить, что это случилось. У Брамуна даже корова родила ребенка, который ничем не отличается от людей. Видимо из-за того, что Брамун раздавал пожертвования, вот такое благо пришло в его семью. Брамун раздавал, вернулся к нашей семье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аднашдая 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 Их очень много из этого горшка, который он откопал, появились насекомые, как пчелы, начали кусать его. Но это как бы, это просто, как говорится, о том, что приходит по судьбе, то и приходит. Ну, как бы в сутливой форме. Все начали в деревне говорить, что, ну, это как бы было небольшое отступление, что корова родила ребенка в человеческом облике. И все были очень удивлены и говорили постоянно об этом, что теперь у Брамана вместо того, что у него не было детей, а теперь у него два сына. Тот, тот сын, который родился у коровы, который съел этот удивительный фрукт, этот Гокаран, а тот, которого сестра отдала, этого ребенка, его назвали Дандукари. Гокарана, у него были очень природные качества замечательные, он очень был, он очень был очень благочестивый. Он всем правилам и предписаниям следовал браманическим. А другой Дандукари, он был подобно воришке и бандиту. Даже в школе он иногда нападал на своих друзей, угрожал им жизнь, угрожал им, и также он пил алкоголь, и вел распутный образ жизни. Его природные качества были очень греховные. Однажды, что совершил Дандукари, однажды он выпил очень много алкоголя, пришел к отцу и начал требовать деньги. Если ты мне не дашь, я забью тебя, и он начал убить своего отца. Вы знаете, те люди, которые совершенно зависят от алкоголя, они совершенно поступают ради того, чтобы обрести то, что они желают. Они могут даже убить, покалечить кого-то. И тогда браман подумал, и однажды этот браман, он сказал Гокарану, что же мне делать, я нахожусь в таком положении. Твой брат Дандукари, он очень жестокий, постоянно наказывает меня, что мне делать? Тогда Гокарану сказал, мой отец, пожалуйста, послушай, пожалуйста, ты должен отказаться от этой материальной привязанности. Ты должен пойти в лес и совершать баджа. Это является целью человеческой формы жизни. Это жизнь временная. Ты должен отправиться в лес и совершать баджан-багавану. Тебе уже 50 лет, как в шастрах говорится, когда человек достигает 50-летнего возраста, ему же пора, что он должен поставить материальной привязанности и принять вонапрас, а затем саньясь. Поэтому он обратился, отец, время пришло, пришло тебе принять в саньясь, потому что на самом деле нет суха, нет счастья в семейной жизни, материальной жизни. Как прохладно махараш, обратился к своему отцу. Эй, пита, это самсара. Материальная жизнь, она подобна слепому колодцу. Прохладно махараш говорит. Точно так же, го-корана, он так же обращается в том числовом значении, как и прохладно. Он сказал, ты должен все ставить и отправиться в лес, совершать баджан Господу, что является тхормой, человеческой формой жизни. Ты думаешь, что если ты расстанешься с одной женой, женишься на другой, и вторая жена принесет тебе счастье. Никто тебе не принесет счастья в этой жизни. И точно так же, твой сын, ты думаешь, ты сможешь помочь ему. Ты должен просто отправиться в лес. Оставь эту материальную привязанность, не думай об этом. Лучше посвяти свою жизнь Господу. Ты должен все оставить. Это является твоим пленом. То, что держит тебя, связывая. Ты должен развязать эти узы. Это является рабством. Это самсара, в которой мы находимся, и мы тонем в этом материальном мире, в этой муае. Находясь под влиянием тройственных страданий, Гокоран продолжал увещаться у отца. Ты должен все оставить и пойти в лес. Принять прибежище у Санта Мохатмы и слушать Харикадху. И оставить материальные привязанности. Тогда ты будешь спасен. Это то, что он сказал своему отцу. Истинное знание. Он начал слушать его наставления. И он оставил материальные привязанности и ушел в лес. Этот Браман, он достиг Господа. Потому что он совершал одно нацеленное служение Господу. А Гокорана, он посмотрел на этот дом, на все, что его окружало. На своего брата, который приводил девушек легкого поведения. Не одну, а пять. И они все находились в доме ночью, пили алкоголь. И приходили к матери, он приходил к матери и требовал от нее денег. Он говорил, отец оставил тебе все деньги, поэтому ты должна мне отдать деньги. И тогда она, сопротивляясь, говорила, у меня никаких денег нет. И он начал бить ее, издеваться над своей матерью. Через некоторое время мать умерла. Она утопилась в реке. И вообще, и после этого дом превратился в ад. Еще более. Его брат, он питался всяким мясом, яйцами. И Гокорана уже не мог больше находиться в этом доме. И он тоже покинул его. И он начал совершать, поломчиться по святым местам и совершать башен, как чинодорящий. Когда он оставил свой дом, все привязанности, и он пошел по святым местам. Точно так же Гокорана, он тоже ушел и начал посещать священные места, встречаться со святыми и общаться с ними. Он начал пить чистую воду рек и питаться фруктами и коренями в лесу. Так он поддерживал свою жизнь и полностью был погружен в баджан, в Шибакавану. А Антон Дуквари, что с ним произошло? Он продолжал вести распутный образ жизни. И однажды, что с ним произошло? Он однажды пошел к царю и что-то украл, большое богатство, какие-то драгоценности, которые стоили очень дорого. И он пошел к женщине легкого поведения и сказал, посмотри, что я для тебя приготовил. Все эти драгоценности я принес тебе. Вначале он был... Ну, это вот женщина подумала. Вначале она была счастлива, а затем она подумала, «Если это он все украл из дворца, и если эти драгоценности найдут у меня, если эти украденные сокровища найдут у меня, что же со мной далее произойдет?» И она продолжала думать. Если, например, нет бамбука, невозможно изобрести флейту. И затем она решила присвоить все эти богатства и уйти. Но прежде чем она это сделала, она взяла этого на Дукаре, который был очень пьян. И он... Очень пьян, она связала ему руки, ноги, начала бить, избивать его. И в конце концов на Дукаре он оставил тело, он умер. И она бросила его в колодец, который находился рядом. И затем... И она закрыла этот колодец слепой камнем и присвоив все богатства, она покинула деревню, никто не знал, куда она отправилась. И поэтому никто ничего не знал, что произошло. На следующий день люди начали говорить, что же тут никого нет в доме, что произошло. Никто не выходит и не заходит. И тогда деревенские жители подумали, что произошло с Дундукари. А что с ним произошло после смерти? Если кто-то убивает, то тот, кто терпит эту насильственную смерть, он превращается в привидение. И он начал очень пугать деревенских жителей. Если, например, кто шел, он пугал, сдавал всякие звуки, страшные звуки, очень пугал всех жителей деревни. Иногда он бросал камни на людей, в дома. И все очень боялись его. И постепенно все жители деревни ушли, покинули деревню. Из-за этого привидения. В этом ничего не было смешного. На самом деле, как мой гуру Дев... Вы знаете, мой гуру Дев, он освободил очень много привидений. Считал очень много историй, когда он освобождал привидения. Он спасал и освобождал их. Если тот, кто убирает таким образом, он обретает форму привидения. И поэтому все в избулке оставили деревню. Гокаран, после того, когда закончил полонечество по святым местам, вернулся в деревню. И когда он вернулся, он спросил, «Вы не знаете, где моя мама, где мой брат?» Ответили, «А ты знаешь, что твой дом совершенно пустой. Никого уже не осталось». И тогда Гокарана... Он пришел и увидел кровать, которая находилась на улице. И он прилег на нее. И вдруг эта кровать начала подниматься и опускаться. И Гокаран сказал, «Кто здесь? Кто здесь? Что это происходит?» Была тишина, совершенное молчание. А иногда он слышал плач отдаленный. А иногда он слышал смех безумный. И Гокаран еще раз спросил, «Кто ты? Пожалуйста, покажи мне свою сварупу». «А ты должен мне показать ее, кто ты?» Си-Симат Бхакти Виган Бхарати Махараджи также рассказывал Катху о том, что... О привидениях... Для того, чтобы освободить привидения, нужно... Один из учеников Ши-Симат Бхакти Санасарасвати Прадхупада, Ши-Симат Бхакти Вайканас Махараджи, Однажды один из Март Браманов... Который ходил по домам... Я рассказывал эту историю об одному... Одному человеку, который воровал, ходил по домам... И однажды, когда ушел, был очень сильный дождь... И он подумал, мне вернуться или же... Или же продолжать свой путь... Вот это очень сильный ливень был... И он подумал, что мне было очень хорошо, наверное... Может быть, остаться на ночь в этом доме, который встречался ему на пути... И он решил остаться, переждать этот ливень, а утром продолжил свой путь... И этот Ши-Симат Бхакти Вайканас Махарадж, который... Он был очень здоровый, сильный... Очень сильный... И он... И выглядел очень красивым... Он остался в этом доме... Он открыл его... Положил одеяло... И он уснул... Он подумал, что утром он продолжил свое путешествие... И что произошло ночью... Дверь... Она открылась сама по себе... Ветер какой-то появился... И очень сильный шум начал возникать повсюду... И... И Вайканас Махарадж подумал, что это, наверное, привидение, которое живет в этом доме, пришло... Если у вас, например, если железный пруд у вас в руке, то тогда привидение к вам никогда не приблизится... Точно так же, как обезьяны боятся палки в руке кого-то... Они не приблизятся... Если, например, железный пруд, то тогда привидение так же не подойдет близко... Он открыл дверь... И у него в руке было что-то металлическое... Он сказал... Послушай, кто ты такой? Ну, сейчас же пристань передо мной, я хочу увидеть тебя... И тогда привидение начало рычать... И так страшно... Я очень голоден, я хочу тебя съесть... И он изображал всякие звуки... Очень страшно... И он был очень большим и сильным... Он сказал, ну-ка, выйди сейчас же, я хочу видеть тебя... И тогда привидение сказал... Браман, я являюсь привидением... Я Брама Ракшас... Я Брама Ракшас... Он еще раз повторил... Я Брама Ракшас... Я привидение... Вы знаете... На Радакунде... Вы знаете, на Кишегате так же... В Ямоне даже есть привидение, которые живут на Ямоне... И на Радакунде так же... И тогда далее... Это нас Махараш спрашивал... Он спросил... Как ты стал Брама Ракшасом? Он ответил... В моей предыдущей жизни... Я украл... Богатство Шигуру и Ваишнавов... Я украл деньги... И использовал их для своего наслаждения... И поэтому я обрел вот такое воплощение... Вот это Брама Ракшас... После того, как оставил тело... Я стал привидением... Пожалуйста, спаси меня от этого страшного существования... И тогда Махараш сказал... Я держал... Я держал Нержала и Кадыши... Я держал очень много Нержала и Кадыши в своей жизни... Поэтому я хочу тебе даровать фрукт Нержала и Кадыши... Это все, что Барати Махараш рассказывал... Он сказал, что... Возьми... Возьми фрукт моего Нержала и Кадыши... Я дарю тебе... И таким образом... Привидение оставило... Это место... Это место... И точно так же, когда... Когда происходит Харикадхана... Это также является освобождением... И поэтому... Вот это привидение обратилось к Гокарану... Пожалуйста, спаси меня, спаси... Ты посетил столько священных мест... И так же... И ты так же совершал много облачивцевой деятельности... Пожалуйста, помоги мне... Спаси меня... Привидение... Обратилось к нему... Ты посетил Нармада, Сарасвати... Кавери... Гадавари... Емуна... Емуна... Гангу... Даже... Обычные люди не в состоянии спасти меня... Но ты... Который совершил... Очень много благочестивой деятельности... Деятельности... Посетил святые места... Ты можешь спасти меня? Но тот, кто греховен... Он не в состоянии это сделать... И тогда Гокарана подумал... Что же делать? Он подумал... Как же я могу спасти своего брата? Тот грех, который совершил мой брат... Он... Он настолько... Настолько... В большом количестве... Что очень трудно ему помочь... Очень трудно ему помочь... И он все время думал... Как же мне ему помочь? Как я могу его спасти? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Шимат Бхагават Хатха... Он подумал... Мы будем слушать... Он будет слушать Шимат Бхагават Хатха... И тогда он будет спасен... И он обратился к нему... Он был женат... Он был в виду... Г 아も, который был в assignment... Он был в 버� insufficient... Он были в нике... Он был не мюда... Мидибах! Бхагават... Он был в тяну... Кwiат Бхагават... Он был в языке... Он был в грамах... Он был... Он был в ягод Бхагавате... Он выбросил kennen все... И он подумал, и он подумал о том, что единственное Ашимат-бхагаватам, он дарует освобождение, и что далее сделал Бог Корана. И много людей пришлось слушать Бхагаватама, и в течение 7 дней. В течение 7 дней Го Корана рассказывал Харикатку по Иссалушимат-бхагаватам, и Дундукари, он покинул тело привидения, и в прекрасном теле он сел на Виман, на воздушный аэроплан, и отправился на райскую планету. На самом деле это является Амритой, Катха, и тот, кого есть большое настойчивое желание слушать. Если ваше сердце не привлечено Харикаткой, то тогда вы не обретете конечного блага слушания Ашимат-бхагаватам. На этом примере Дандакаруния, он принял прекрасный образ, просто слушающий Ашимат-бхагаватам. И даже более, не на райскую планету, он отправился на Вайконху. Это на действительности фруктом явилось не только слушание. Вы должны пометовать Харикатху, не просто слушая ее, вы должны внимать ее своим сердцем, и пометовать о ней, медитировать на нее. И то, что вы слушали, слушаете эту Харикатху, вы должны ее постоянно пометовать, и тогда постепенно-постепенно она отобразится в вашем сердце. Семь дней мы слушаем Бхагаватам, каждый день вы должны приходить, и ни о чем другом не беспокоиться. Семь дней вы должны приходить слушать Ашимат-бхагаватам, вы обязаны приходить. А затем пометовать постоянно. Как Ширам, Ширама Чандра и его Парикаре с Айодхи, Они все, закончив сладчайшие лилы в этом материальном мире, вернулись в Айодхио. Просто слушая эту Божественную Харикатху, постепенно-постепенно вы обретете освобождение от всего материального, достигнете вечного счастья. Бессмертного напитка Ахрия, Харикатхи, Шимат-бхагаватам. Последний день, 18-го. Последний день мы будем праздновать Вераха Мохотцева. Ашишимат-бхагаватам, Шишимат-бхагаватам, Тревикрама, Гастаемih Мохараджа. И явление, в а�도 изni, уход. Мы будем отнюдить последний день в бхагават-саптахе. Последний день. Поэтому учимы Бхагават и Грандха-бхагават. Будем праздновать Бхагават-бхагаватам слушая Грандха-бхагаватам. Харикришна! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я не готовил для него, но вот всем остальным причиненным Вайшнавов, я лично сам служил каждому, стирал одежду и также готовил для них, когда они приходили в Шекешеваджико-Одья-Матха. И также то, что они слышали от своего Парамгуру Дева и от Шекешеваджико-Одья-Матха, то они мне рассказывали, я слышала лично из их лотосных уст непосредственно их рассказы о Духовном Учителе. И он рассказывает, что в одном месте никто не покупал дом, потому что там жило привидение, и никто не хотел покупать это место. И они обратились, жители этого места, они говорили об этом. И он говорил обратно, не волнуйтесь, все совершено дом и остался в этом доме. И сказал, он сказал всем, не беспокойтесь и не бойтесь ничего, я с вами, и все будет благополучно. Никто не сможет нам прикоснуться, я отвечаю за все. Я буду сидеть, и вы вокруг меня, и мы будем совершать кирта. И что присутствие привидения закончилось, и привидение исчезло из этого места. Об этом рассказывал Шишиму Адбактии Вигена Барати Госпоим Махараджи, об этом Махараджи, который точно так же силой святого имени освободил привидение, который жил в этом доме. Все, что вы совершаете в этой жизни, греховные действия или же благочестивые, вы в следующей жизни обретете последствия ваших действий, все приходит по карме. И это не ваше единственное рождение, сколько у вас было матерей и отцов в прошлой жизни, и сколько происходило, и все то, что вы обрели в этой жизни, пришло к вам как последствия вашей кармы. Вы в этой жизни ничего не привезли с собой, так же вы покинете ту жизнь с пустыми руками. И то, что в прошлой жизни ваша карма, это единственное, что вы обретаете из своих предыдущих жизней, и приносите в последующую жизнь, это только единственное ваше богатство, это карма. Поэтому, если вы посвятите свою жизнь служению Господу, то тогда вы освободитесь от всех кармических реакций ваших прошлых воплощений. Вы знаете, Браджанат, который ваша правнука, Шри Кришне, Парикшит Махарадж. Браджанат Здесь говорится о Рахине, которая не является матерью Шибаладева, а которая является одной из царевы Кришны в двораке. Браджанат Очень плохо слышно. Браджанат Переводчица, немножко сложно переводите. Далее она рассказывает, что в Мадхуре, когда... ...в читании Чайтану, эти Кришнадарские врачи с вами упоминают и также об Анукут-фестивале, который произошел также в Мадхуре, когда в Мадхурен-Драпуре он обнаружил Гапала-Жи, даже это был большой фестиваль Анукут, уже не говоря о арендовании. Как, по примеру, обезьяны во арендовании, они воруют очки. Последний год они на самом деле очень сообразительные, очень умные, обезьянные. Раньше просто банан дашь. И они удовлетворенные отдавали очки. Но сейчас я видел... Я заметила однажды, вот совсем недавно, как одна обезьяна похитила очки. И когда ей дали фрукты, она взяла их в руки и передала очки другой обезьяне. То есть, Шипатмаду Махараджи говорит о том, насколько они сообразительные, обезьяны во арендовании. Парикшит Махараджи немножко потерялась нить. И рассказывает, Шипатмаду Махараджи рассказывает, как в двороке Кришна в окружении 16108 царевин совершал свои двороковилу. И там же, как бы он перечисляет Арахини, другая жена Калинди, ее звали. И кто-то и сказал ей, из жены Кришны, Калинди. В общем, как-то вопрос возник. И они спросили, вот почему, как это удержать счастье, чтобы быть постоянно... счастливыми в этой жизни. Кришна являясь Атмакам и Атмарам, а его Шакти, Матерь Отворания. И вот этот Абхиман, который мы должны постоянно практиковать, это Абхиман того, что мы являемся... Палиядаси Шимати Радхарани, который является воплощенной обителю Прямы Кришны. И вот в этой шлоке объясняется... Атма, это сама Шимати Радхарани, она является Атмой Кришны. Кришна, Атма является Шимати Радхарани. А кто такой Шимати Радхарани, который привлекает Кришну, который является Атмарам? На самом деле, кто является Расиком Шимгара? Это Самадмарам Кришна. Я слышала от Духовного Учителя Шила Городева. Я слышала от Духовного Учителя Шима Радхарани. Шимгара Раса, который является Средоточением Расы. И Кришна является Адхикар Дева. Дева вот этой Мадуре Расы, Шимгара Расы. А я являюсь Радикой Даси. Калинди, когда рассказывала об этом, сказал, я также являюсь Даси Шимати Радхарани. Поэтому вы должны слушать Бхагаватам, чтобы обрети вечное счастье, которое никогда не закончится ни на одно мгновение. Вы должны слушать его Бхагаватам. Как же, вы знаете, Одав первый раз слушал, когда он пошел на Куса Масаровара, Одав совершил сакиртан. И вы должны услышать Удава, который будет рассказывать Шимат Бхагаватам. И тогда все несчастья, все уйдут. Абраджанат Прабу также он пришел на Куса Масаровара в сакирстан. Парикшут Макарач также находился там. Иуда вот пришел, он совершал киртан. Кришна также пришел, чтобы услышать этот киртан. Он был одет в свой золотой киртан. Он также участвовал в этом киртане. Он был одет вот в этот киртан, который украшал его плечи. И в этом киртане Удава сказал Кришна, он сам в своей сварупе присутствует в Шимат Бхагаватам. Если вы будете слушать Шимат Бхагаватам, то вы обратитесь от страдания, от несчастья материального существования. Вы обретете бессмертие. Удава все устроил для того, чтобы рассказать Шимат Бхагаватам в этом собрании. Парикшит Макарач был первым, кто слышал Шимат Бхагаватам. От Шокодава Госвами. И эту катху, это катха, которая полностью удовлетворяет сердце того, кто внимательно внимает ей. И он избавляется от страданий. В этом проявляется слава Шимат Бхагаватам. Когда Кришна пожелает Брама, Вишну, Махеш, все приходят, чтобы слушать Шимат Бхагаватам. Все они пришли, и Кришна даровал им наставление. Брахма, ты должен совершать творение. А Вишну, ты должен поддерживать это творение. А Шиват Шей должен разрушать материальное творение. Брахма сказал, я не в состоянии следовать твоим наставлениям, Кришна. Каким же образом я могу сосредоточить свой ум и полностью погрузиться? Он тогда сказал, ты должен слушать Шимат Бхагаватам, Бхагават Катху. Рассказать ее. И поэтому Брахма первый, кто поведал Шимат Бхагаватам. Затем Парик Шит Махраш ушел в хрикотку в течение семи дней. В начале Шимат Бхагаватама было произнесено нашим Ади Гуру Брахмой, знания, которые проявились в его сердце. Божественные знания, которые Криша проявил в его сердце. Он был первый, кто даровал Бхагават. Он был очень счастлив. Вишну сказал, лишь только по твоему желанию. Но очень трудно поддерживать это материальное творение. Я готов, но это на самом деле является очень трудным заданием. Я хочу вернуться к нам. Я думаю, что это происходит. Вишну является тот, кто поддерживает это творение. Вот это на самом деле непростое задание. Почему? Потому что когда творение происходит очень быстро, и разрушение также проходит очень быстро, но поддержание, как, например, ребенок рождается, он быстро рождается, но для того, чтобы его поддерживать, для этого нужно очень длительное время, и это непросто. И поэтому Вишну сказал, ты меня оставишь в очень тяжелое положение, ты даешь мне наставление поддерживать эту материальную вселенную. Но как же я могу это совершить? Я готов исполнить твое желание, мой Господь. Если ты желаешь, чтобы я кому-то даровал бухти, я ему дарую. Если кто-то желает бухти, я ему дарую. Но как же я могу поддерживать такое длительное время, материальное решение, и исполнять... И что же делать? И тогда Кришна сказала, не беспокойся. Не беспокойся. Если ты будешь слушающим от богатого, тогда все будут счастливы, и Лакшми-деви будет счастлива, и все... И все поддерживающее, то, что ты будешь поддерживать, все творение будет счастлива. Поэтому ты должен так же слушать Шимат-бхагаватам. И затем она решила повествовать этот Шимат-бхагаватам Шри Вишну. И это взяло два месяца, чтобы рассказать Шимат-бхагаватам Вишну. А почему? Потому что Лакшми, она является... Лакшми, она является Пракаши Шимати Радхарани. Шимати Радхарани является Моха Лакшми. И поэтому через уста Шимати Радхарани Лакшми-деви могла проповедовать Шимат-бхагаватам Шри Вишну два месяца. И это все получилось. И это, что Лакшми-деви, Их-деви, истины, истины, истины. Почему? Это в видении Шимати Радхарани. Идите, что Лакшми-деви, истины, истины, истины. Вишна Радхарани – это истины. Истины, истины. Затем Шиваджи пришел, наступила его очередь, Шиваджи имеет обязанность разрушения материального творения. Например, все дерево, которое нужно срубить, Шиваджи сказал, мне, Кришна, ты даешь такое тяжелое задание, мне даже когда дерево рубят, мне очень больно видеть, как погибает дерево. И тогда Шиваджи сказал, ты должен цитировать Шимат Бхагаватам в течение года, а кто должен будет слушать? Порвайте Деве. И тогда ты совершенно освободишься от всех беспокойств и можешь совершать свою обязанность наилучшим образом. Потому что это служение. Как духовный учитель дает наставление, так и Кришна дает наставление. Слушать Шимат Бхагаватам, славу которого невозможно измерить. Она подобна бесконечному океану. Слушать Шимат Бхагаватам, славу которого невозможно измерить. Слушать Шимат Бхагаватам, славу которого невозможно измерить. Слушать Шимат Бхагаватам, славу которого невозможно измерить. Субтитры сделал DimaTorzok